Привет, друзья! Доброе утро! У меня сегодня утренний кофе на улице. 8 часов. Погода какая-то не очень. Как-то как на дождь. А дел у меня еще очень много. Дождь вообще не нужен. Еще не начала пересаживать хризантемы в горшки, которые буду убирать на хранение. Только две вот привезла от сестры, пересадила. Покажу вам сейчас красотку мою. Это она в зиму уйдет. Вот она какая. Вот она какая красота. А это вот какая-то новомодная была. Аджария или как-то так называлась. Видите, какие листики интересные. Цветет она как мимоза. Вот красивая форма листа. Но за разу поздняя. Вот она и не собирается. Только бутончики она выпускала. А цветет такими желтыми шариками, как мимоза. Она у меня цвела в прошлом году в теплице. Вот. Наслаждаюсь тем, что я могу каждое утро сейчас выйти в огород, что-то делать. Я поменяла место работы. Работала я сутки трое. Ну, чаще приходилось сутки двое. А сейчас я поменяла работу. Ушла я в маленькое учреждение, где работает несколько человек. И убираю там раз в день. Где-то минут сорок час у меня на это уходит. Зарплату я, конечно, потеряла. Но ушла я не из-за того, что мне тяжело работать или что. Ушла я из-за того, что у меня сын инвалид первой группы после травмы. И поэтому всем известно, что с такими больными надо постоянно находиться кому-то дома. Сыну было очень тяжело эти сутки, когда я на работе. Ну, один. Сидит один. Мне приходилось на такси приезжать его кормить. Хорошо, спасибо, что меня отпускали с работы. Шли навстречу. Вот. И когда подвернулась такая работа, душа болела, конечно, не хотела уходить. Мне поставили перед фактом. Позвонили и сказали, все, пиши заявление, иначе потеряешь это место. И я написала, но я сейчас, конечно, не жалею, потому что я вижу, как доволен мой сын. Он у меня вот болел сильно. Я в это время вот была дома, так сказать. Не надо было ни больничный брать, ни отпрашиваться. Я все время была с ним дома. Это много значит, конечно, что вот сейчас вот он спит еще. Ночью он часто просыпается. И утром ему бы поспать. А мне приходилось его в 6 часов поднимать, и он сидел бедненький до самого вечера. А сейчас вот он еще спит. Я уже вышла работать. Я рядом, я дома. Все это устраивает. Совсем бросать работу страшно, потому что вот Октябрь нас чем порадовал? Повышением цен. У нас повысился проезд. Проезд повысился на 3 рубля на маршрутках. У нас маршруток сейчас не стало, автобусы стали. Как в старые добрые времена, как селедки ездим. Вот, проезд повысился, хлеб подорожал, мука подорожала. Вот этим вот Октябрь и начался. Поэтому страшно. Хоть такая копейка доесть, хоть на коммуналке будет у меня. Это моя зарплата. Вот. Пенсия у меня маленькая, потому что я как работающий пенсионер. Чтобы ее пересчитали, мне 3 месяца надо сидеть дома. А кто будет ждать? Какое место будет ждать, пока я 3 месяца насижу, чтобы мне перечислили пенсию? Ну, ничего. Больше времени у меня есть заниматься цветами моими любимыми. Вот. Я сейчас знаю, что я каждый день могу выйти что-то сделать. Правда, вот болела тоже. Как-то подзапустила все. Сейчас вот с утра немножечко торганула. Гибискусами тоже какая-то копейка. Так и живем. Сейчас пойду продолжать убирать. Чуть-чуть уже вот убрала. Решила выпить кофейку. Поговорить с вами. Вот. Дел очень много. Розы я еще не обрезала. Хотя уже вот Октябрь, но у нас тепло. Розы цветут вовсю. Ну, и честно говоря, до них еще руки не дошли. Мне надо в соседском дворе сажать гибискусы. Человек давал мне двор на сезон. Надо все-все-все выкопать все остатки. Убрать чужой двор. А потом уже переходить к своему. Ну, сейчас пойду место готовить, куда я уже часть выкопала. К сестре отвезла, посадила. Сажаю цветы. Где? По всем дворам растолкалась. Ну, ничего. Хоть какая-то копейка. Конечно, во дворе беспорядок. Ну, потихонечку все управлюсь. Вот немножечко утром с вами поболтала. Может, кто скажет, что это не про растения. Ну, так, о жизни. Малину хочу в этом году. Хотела в этом году сделать, как видела в интернете, что связывали пучками. Ну, пучками я ее буду связывать. И пригинали к земле. Якобы так, на следующий год больше будет ягод. Ну, мужу сказал, он говорит, ерундой не занимайся, не будем мы ее пригинать. Ну, я решила попробовать хотя бы один куст пригнуть к земле. Тут еще вот уже конец, считай, сезона. А я все сажаю и сажаю. Поеду вот еще к знакомой Вуковой. Она обещала мне дать ежевики. Хорошие сортовые ежевики. У нее много там отростков. У меня есть. Но что-то мне не очень в этом году она понравилась. Хочу поменять софт. Вот. И поеду еще я за гортензиями. Своих много начеренковала. Небольшие черенки. Ну, у меня такие небольшие черенки, кстати, в прошлом году прекрасно перезимовали в водяной яме. В общем, там, где счетчик стоит водяной. Мы же ее укрываем, накрываем. Яма у нас достаточно большая. И вот в этом году я все эти свои малышики туда тоже опущу. В подвал боюсь. В подвале не пробовала. А там прям прекрасно хранится. У меня вчера знакомая спросила, куда ты все это убираешь? Я говорю, ну, куда? Вот стоят, шесть ящиков стоит, канны. Это пойдут канны в подвал. Пойдут в подвал еще герани уличные. В водяную яму пойдут гортензии. В теплицу закопаются хризантемы. У нас отдельное помещение, где стоит котел газовый. Кирпичное, капитальное, тепленькое такое. Там зимует у меня бругманси. Они у меня там даже цветут зимой. Мне так хотелось расширить эту котельную, пристроить там, чтобы было побольше места именно для хранения цветов. Ну, наверное, нереально. У нас еще столько дел. Сын в этом году ремонт делает у себя во флигеле капитальный. Мы еще коридор не доделали. Вот еще снаружи дом не доделанный. Вот как перешли, и все делаем, и делаем, и делаем. И конца края нету этого. Вот во дворе никогда не будет порядка, пока не сделается асфальт. Асфальт или камень, или что. Но я хотела асфальт. В прошлом году посчитала, что самое дешевое это будет асфальт. Ну и что. У меня сломалась машинка стиральная. И асфальт мой накрылся медным тазом. Потому что без машинки мне никак. У меня прачечная практически каждый день. Потому что сыну полностью все постельное меняется раз в день или чаще. И вот набирается все время. Сейчас вот стирка у меня там работает. А что-то погода, как на дождь. Потом в этом году асфальт подорожал так. Вот раза в два, наверное. Не получилось. И забор мне надо делать. То же самое. Пока я собираюсь, профлист подорожал чуть ли не вдвое. Это ужас. Я не успеваю за этими ценами. Я не успеваю ничего сделать. Поэтому вот. Ну нет асфальта. Засыпали щебнем, чтобы грязи не было. Ну что делать? Ну не могу я сделать новый забор. Конечно страшный. Все. Он уже сто лет этому забору. И уже у всех на улице новый забор. А я не могу. Не получается. Ну ничего. Главное, чтобы мы были здоровы. Вот такой у меня утренний кофе вместе с вами. В этом году меня очень много спрашивают хризантемы. Те, кто у меня раньше покупал. А что ж я осталась без хризантем в этом году. Ну ничего. Ну следующий год. Хочу еще вот поехать на рынок. Все мало, мало, мне мало. Все-таки решила еще купить что-нибудь. Крупноцветковых хочу. Я в прошлом году покупала. Ну что ж, все вымерло. Хотя бы пару-тройку крупноцветковых. Шариками. Спрос такой, что вот на рынке кореечки мои. Вообще спросом не пользуются. А вот домой кто приходит, девчата, все хотят вот такие, которые не выкапывать. Ну в этом году продала я таких этих кореечек немножко. С миром по нитке. Там чуть-чуть, там чуть-чуть продала, там чуть-чуть. А что делать? Жизнь такая, что у меня знакомая говорит, я цветы выращиваю для души. Ну для себя. А у тебя что, нету такого, что ты выращиваешь не на продажу? А я говорю, ну у меня все для души. Ну и если я это продам, лишним не будет. Потому что вот эта жизнь такая, борьба. Каждый день борьба за что-то. Вот сын заболел. Я практически день через день оставляла больше тысячи в аптеке. Хочешь, не хочешь. А купить надо лекарство дорогое, лекарство хорошее, потому что он мучается. Ему тяжело, когда вот и температура, и все. Поэтому на нем, конечно, не экономим. На себе можно поэкономить. Хотя на себе нельзя экономить, потому что когда кто-то в доме так вот такой больной, как у меня, да, начинаешь уже думать о том, что не дай бог заболеть, не дай бог что-то случится. Кому нужен будет? Никому. Надо и за своим здоровьем смотреть. Как-то не очень получается. Мы в этом году купили яблоньку. Как-то мы уже деревья, вроде посадили все, что есть. Даже уже сейчас убираем. Вот посадили три вишни, привезли из Саратова. Две убрали, потому что, ну, как бы не к месту они нам были. Одну оставили. Уже вишенки были. Потом старую яблоньку еще дедов, околоновидную, выкопали вчера. Ее полностью всю внутри проел жук. Жук, червяк, не знаю кто там. Купили яблоньку. Но мы ее купили, наверное, больше не из-за яблока, а из-за украшения. Она краснолистная, ранетка. Ярко-красные должны быть яблочки. Высокая, сказали, не растет. Посадили мы ее здесь вот, впереди дома. Ну, я очень люблю ранетки. Я люблю варенье с них, компот люблю. Ну, и на фотографии такая была красивая. Мы купили. Вот. А сама думаю, когда же это яблонько плоды даст? Дождаться бы. Сажаем, сажаем, работаем, работаем. Стараюсь не вспоминать, сколько мне лет. Стараюсь ни о чем плохом не думать никогда. Потому что человек живет тем, чем? Только тем, что вперед, вперед идет, на что-то мечтает, надеется. И вот какие-то планы. Прям как с ума сошла под старость лет. У меня куча планов, куча идей. Все что-то хочется новое, попробовать, сделать. Может, этим и живем. Пойду сейчас курочек еще не кормила. Они там поют уже, есть хотят. А теперь зато я вот дома, да, на сутки не ухожу. Теперь уже планирую. Октябрь месяц, а я уже планирую на май. Дурак думками богатей, да? А у меня планы. Теперь, раз я дома, у меня муж работает каждый день. Я же работала с утками. А теперь, раз я дома, хочу бройлеров и уточек. Это в мае. В сарае есть. Теперь возможность будет, что я дома. Вот так вот. Такая болталка у меня сегодня получилась. С вами поговорила. И пойду работать. Кофеек мой уже остыл почти в моей осенней кружечке. А ничего. Он пришел, друг мой, бездомный кот. Жил зимой у нас на чердаке. Он сначала в сарае жил. А я же в прошлом году в сарае свои хризантемы хранила. И закрывала все, не пускала его туда. Он у нас на чердаке жил. И приходил уже завтракать. Сосиску слопал. Сирко. Он красавчик сидит. Сирко. Сиркуша. Уже сосиску слопал. Пришел. Да, дружок? Ну что. Пойдем работать. Спасибо, что вы со мной были на моем утреннем кофеечке. Поговорила с вами. Как вроде бы с близкими друзьями, да? Ну и пойдем дальше работать. Удачного вам дня. Да и мне тоже. Пока-пока. Спасибо за компанию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...